Я боюсь ехать в грозном Привет, это снова я Меня зовут Глеб Кольцов Многие мотогонщики меня знают Мы приехали в город Грозный Чеченскую республику На автодром крепость Грозная Сиден падает Какое скоростное падение В этом правом повороте Я не понимаю, почему я должен Падать, ломаться, проебывать Сейчас в апреле нам очень повезло с погодой Мы приехали, у нас фактически идеальные погодные условия В районе плюс 20 Солнышко светит, держак отличный, хороший Но все равно после зимы трасса немножко грязноватая Она привела, к сожалению, к одному у нас печальному падению Один из топовых пилотов Миша Шумилин Я хотел бы, чтобы вы тоже его все поддержали Солнышко bund storytelling Солнышко Солнышко Сегодня в мутагонке. Первый день. Перелом бедренной кости. Ой-ой-ой. Это, блин. Ребра. Кость предплечья. Ребра-то хрен с ними, а вот бедро это жопа. Бедро, да. Бедренная кость. Если берцовую кость сломал, то все. Минус сезон. Это очень печально. Поэтому нужно начинать аккуратно. Я поэтому никуда не спешу. Всем привет. Прошел первый этап моторинга, в котором я, к сожалению, не смог принять участие. В связи с тем, что чуть ранее разобрался там же. Я всех поздравляю. Спасибо всем, кто меня поддерживал, помогал. Звонил, писал. Пытался помочь мне привезти меня, увезти меня и всевозможные другие варианты. Это очень приятно. Я очень ценю это. И, надеюсь, увидимся на следующем этапе. Я всех еще удивлю. Опасность есть. Опасность есть в этой трассе. Но мы все равно гоняем. Всего у нас ожидается 7 этапов в этом году. Это достаточно большое количество. В России мы редко гоняем такое количество этапов. В этом году, в общем, накал страстей будет серьезный и интересный. Не я один вам про это буду рассказывать. Моя буду соведущая Настя Шевнина, которая в прошлом году познакомилась с мотоспортом. Она очень долго каталась в городе на спортбайке. И когда-то она встретила меня. И я ее вовлек в мир мотоспорта. Познакомил, что же такое трек. С этого момента ее немножко засосала вся эта тема. Она в прошлом году стала чемпионкой Road Cup 1000. Даже среди мужчин. Это начальный класс для пилотов. И в этом году она продолжает свое участие, прогрессирует. Об этом она расскажет сама. Я спала. Спим немножечко. Пока гоночек нет. Наши ребята уже собирают бокс. Готовимся к тренировочным дням. И завтра стартуют первые заезды в рамках чемпионата России. Я поеду в классе ЭВА. Новый класс для мото-ринга. Что-то среднее между супер-вайком и роудхапом. Беб, вот ты ее тренер? Я тренер? Он мой бывший. Тренер. Это не надо вставлять. Ха-ха-ха-ха. Я сходу в первой сессии проехал свое время. И начинаю со второй сессии рука заболела. А третьей сессии даже доехать точно. Побереги себя, может быть, знаешь, каким образом. Попробуй сэкономить силы, сделать компенсацию. То есть, если ты понимаешь, что правая рука болит, а много правых поворотов. Ищи тягу левой рукой. Торможение ногами. Я пытаюсь, я уже и бедром упираюсь левым. Торможение. А что, травма какая-то, да, была? Была авария в Грозном, здесь же. Да. Не страшно после аварии кататься здесь? Падение. Так оно и без аварии страшно, если нормально здесь. Не, ну нет вот этого вот страха, что там в том же повороте можно опять упасть, разложиться. Нет, не знаю, наверное, должно быть. Нет, наоборот, есть желание как бы затоптать то место, которое повредничало над тобой. Да, это целеустремленность. Да. Это работа. Ну это правильно. Работа над ошибками. Там была ошибка, значит, надо вернуться и ошибку исправить. Вот он настрой. Круто, да. Вот он настрой победителя. Молодец. Наверняка надо будет номер телефона записывать. Да. Паспортные данные, консорбициальные. Подготавливаемся, ну да, пока есть шла ховатости, но исправимся. Отладка у нас регистрации, система с автовыгрузкой. Где П Сергеевич? Спиртсмен. Где? Справка. Доктор. Я сейчас, наверное, не дохожу. Вообще-то официально проходили, вот она ездила в спортсмонцер. Да. У меня есть видео, между прочим. Доказательства. Не видел, скорость. Так что? Там присоски в глаз, в нос, в лук. Ну что, понравилось тебе? Вот. Слушай, ну да, там тебе видно, там вообще классно. В общем, нахожусь в клинике спортивной медицины Лужники. Прохожу всех врачей, сдаю анализы. И на самом деле тут безумно все современно, красиво и очень-очень удобно. Там дают вот такую бумажку. Я получила транспордер и наклейки допуска на трассу, чтобы маршалы могли понимать, в какой группе я еду. Я еду в группе С и Б, потому что я достаточно давно не каталась и хочу начать все-таки с более медленной группы, а потом уже вернуться в свою группу Б. Т-транспордер, который крепится на мотоцикл, чтобы мы знали, какое время я еду. Кстати, это наш бокс, бокс ВЛ-65 и мой монтик стоит самым-самым первым. Ребята специально, наверное, поставили его, чтобы я побыстрее всех уехала. У нас есть еще несколько красивых BMW S1000RR и две Yamaha R6. Мы пришли, чтобы закрепить красную штуку, но мы не можем найти механику, поэтому пойдем искать механику. А давай ты сама закрепишь. Не, я не умею. Лучший механик в мире. Ты мне очень нужен на секунду. Пожалуйста. Умоляю. Ты дашь? Да ему, пожалуйста. Он тебе нужен, да? Да. Ну, вообще, там это быстрым пилотом очень, а ты прям вообще же быстрый, цена. Ну, я хотел рассказать в основном не о себе, а о чемпионате моторинг. Мы будем снимать вам целый сезон, рассказывать про разные команды, про топ-пилотов, чем они занимаются, как они достигают этой скорости. А также и про новичков, которые приходят в чемпионат, растут, получают удовольствие и тоже бьются за кубки за чемпионство. Волнение? Волнение есть, безусловно. Тем более на треке в Грозном, потому что я его не очень люблю. Трасса в Грозном весьма сложная. Я здесь, честно сказать, первый раз. Очень сложная, физически нагруженная, узкая. Зона вылета, в общем, страшная, немножко опасная. Она качковатая, очень чем-то похожа на Нижний Новгород. Но и на таких трассах тоже нужно уметь ездить. Не только же ездить по международным автодромам, Москва-рейсове, как Питер. На таких трассах тоже нужно уметь ездить быстро. В качестве примера, наверное, вспомним британский супербайк. Там тоже много таких кривых трасс, где мировые пилоты тоже гоняют и не стесняются. Я здесь два года не катался уже, 2019-го. Я здесь стал два года назад вице-чемпионом России в классе супербайк, в самом мощном. В этом году я, к сожалению, по некоторым обстоятельствам вынужден переместиться в класс суперспорт. Ну вот, это шестисотки. Поеду в нем. Так, в целом, трек прикольный. Не знаю, как за два года поменялось покрытие. Надо пробовать, смотреть. Говорят, что появилось больше кочек, ям. А пойдем выйдем на падок? Давай. Так, в целом, трек довольно скоростной, ходовой, непривычный для российского пилота. Потому что большинство треков, такие как Москва, РСВ, Нижний Новгород, они довольно затычные. Ну вот, здесь есть и скоростная связка, шикарно. И ходовая дуга, и длинная прямая, поэтому я думаю, что будет прикольно. Слушай, серьезная, скоростная, я думаю, что он такой затычный. Дуга, значит, во-первых, есть здесь скоростная прямая, обратная. Она, получается, проходит слева направо, если смотреть на трек. Потом там довольно затычный спуск. И после спуска подъем и разгон, и далее следует довольно скоростная дуга с торможением затяжным. Когда мы называем трек скоростным, мы говорим больше про скорость в повороте. Здесь довольно быстрый первый сектор, где есть несколько поворотов с большой угловой скоростью. Ну вот, когда мы говорим про скоростные характеристики трека, мы больше подразумеваем скорость в повороте, в общем. Волнуешься. Перед выездом? Да. Я думаю, что нет, потому что на 600-ке я катался довольно долго. Я в этом году поеду на Yamaha R6, этот мостик я знаю вдоль и поперек. Вот, я много выиграл на нем гонок. В принципе, не очень большое напряжение по соперникам. Соперники все знакомые мне. Я думаю, что конкуренцию в этом классе мне может составить Леша Иванов, многократный чемпион России в классе суперспорт. Моя цель на сезон – выиграть чемпионат России в классе суперспорт. Цель на этот этап – показать как можно более достойные результаты. Я надеюсь, что занять первое место. И проверить мотик до конца, потому что выезд у нас такой довольно получился спонтанный. Мы собрались буквально за несколько дней, приняли решение ехать. Поэтому показать максимум, как всегда. Надо сказать про трек в Грозном, что здесь не очень большая разница между временем 600-ки и литра. По сравнению, допустим, с Игорой, с той же или с Москва Рейсом. Завтра уже будем смотреть по временам, будем понимать, кто, кто куда, кто кого. Вообще, это очень интересная новая трасса. У меня один день. Почему один день? Потому что завтра уже квалификация. Все, что я сегодня сделаю, в сегодняшнее время сделаю, я, ну, может быть, завтра еще сниму что-то. Ну, то есть, основная работа подготовителя, она сегодня. Что-то поменять в мотоцикле. Поменять там, не знаю, настройки чуть пониже сделаю. Но успеют? А? Успеют? Да, конечно. Я знаю времена, которые едут ребята. И мне интересно, до какого времени я смогу дойти за ним ехать. Субтитры сделал DimaTorzok Первый день приехал. Честно сказать, я был немножко в ужасе от характеристики трассы, когда полный газ, все мотает, скользит, точно так же тормозит. То есть, нет мест для отдыха. Очень физически нагруженная трасса. Здесь прям выползает физика. Ну, насколько ты прям физически подготовлен. Быстрые пилоты показывают времена минута 17, 2. Вот Макар Юрченко сегодня показал. У меня новый мотоцикл, новый трек. Я зиму целую не катался. Мотоцикл у меня, конечно, очень хороший. Он может больше, чем я. И он меня даже чем-то пугает. Потому что он очень быстрый. Это новый BMW S1000RR на электронике хороший. На всех на хороших компонентах. Я никогда не ездил на таких мотоциклах. Он очень быстрый. Я не могу адаптироваться немножко к нему. Нужно какое-то время. Дикий, говорю, мотоцикл. Я вообще потерялся на трассе. И перед поворотом кочка. И вот перед перекладкой. Да. Там есть место. Я четвертый, натянул мотоцикл, очень мощно. Бам! Я аж вот так вот. Я понимаю, что... Блин, классно. Да, это... Надо искать. Надо искать. Беруша, кстати. Я очень долгое время не верила, что беруша на треке... Это нужная вещь. Но когда я проехала с ними первую сессию, я поняла, что без них ездить вообще нереально. Это AGV Corsair. Я планировала забрать ее в город. Поэтому у меня тут осталась штучка от гарнитура. Обычный DNS, да, без подушки. Пока что я гоняю в обычном DNS-ском компе. Но в целом, тем не менее, он меня устраивает. Тут еще была дырка на попе. Пропухала? Или от страха, да? В каком-то поваре... Вообще-то я упала. Так часто. Альфрис-карс. Здесь с ней же девочка. Если же спина. Деваем под комбез. Я, конечно, претендую на комбинезон с подушкой, но может быть где-то к середине сезона. Он стоит уже не 70, а 300. 300 тысяч. 300. Но зато он спасает от многих травм. Блин, нахрена у тебя в тачке подушка безопасности? Наверное, чтобы помягче было. Здесь примерно то же самое. Но она раскрывается в зависимости от крутизны подушек. Сейчас у самой ребят... Ну, короче, самые последние подушки. Сюда раскрываются, здесь раскрываются. Они тебе блокируют руки. Ребро можешь сломать. Просто вот таким движением, чтобы руку сложила, и ты упал на него. И так ребра ломается. Она тебя чуть ли не раскрывает, а ты катишься. Ну, здесь шею что-то блокирует. То есть ты катишься, ты можешь укатиться куда-то в другой город? Да, конечно. Как колобок. Ты превращаешься в такой огромный шар и покатился за трек. Мне вот подушка не нужна, как ты понимаешь. Я и так укачусь. Я и так укачусь. Если честно, я не люблю трек в Грозном. Прям максимально. Поэтому частенько не докатываю сессии до конца. Умешанного удовольствия, короче, я не получаю. Просто катаюсь. Просто еду. Я все-таки хочу больше кататься в свое удовольствие и заниматься каким-то развитием, нежели чем на горящих пятках пытаться занять какое-то место. У тебя прошлый год был стресс, а в этом году ты спокойненько растешь над собой. Ничего не требуем. Ты свой кубок взяла? Взяла. Теперь у тебя есть чем. Могу ехать. Могу, можешь ехать для себя. Я пообещала, что этот сезон я буду ехать в кайф. И в удовольствие. А Грозный для меня никогда не был в удовольствии. С первого дня. А мне не нравилось. Бывают такие трейки, да, на которые... Ну, вообще... Стоит, да, на себя. Вообще, вот прям совсем. Так, валять отсюда и переодеваться буду. Сегодня у нас квалификация. Вообще, моторинг чемпионата состоит в целом из трех дней. В пятницу мы приехали, у нас были тренировочные сессии, мы привыкали, раскатывались, работали над мотоциклами, старались развить скорость. Это действительно работа, причем командная. Настроить мотоцикл, подвески, электроника. А сегодня у нас уже день квалификации. Мы квалифицируемся по принципу Best Lab, показываем быстрейшее время, чтобы завтра, завтра наступает самый главный день, день гонки. Чтобы мы по результатам квалификации расставились по местам на гриде. Стартовую решетку же нужно как-то сформировать. Это, конечно, квалификация. Что такое? Ключеньки, да. Мне? Ну, то есть, красиво. Дела не очень, на самом деле, сложились сегодня. В практиках ехал первый в своем классе, но в квалификации в самом начале у меня возникла техническая проблема, по причине которой я не смог даже кругу проехать. А, у тебя, по-моему, там болт лопнул какой-то? Болт лопнул вчера. Сегодня раскрутилась гайка ведущей звезды, поэтому, к сожалению, я стартую завтра с последнего места. А, серьезно? Да, передо мной стоит задача обогнать 16 человек впереди меня и побороться за первое место. Я думаю, что в целом для меня эта задача вполне реальная, потому что гонка длинная, 16 кругом. То есть, тебе каждый круг нужно обгонять одного? Ну, скорее, нет. Потому что в то время, как я обгоняю кого-то, кто значительно медленнее, чем первые в кориде идущие, они будут уезжать все дальше, дальше, дальше. Я планирую на старте уже сразу несколько человек. Я надеюсь, человек 10 я на старте уже не буду. Человек 10? Серьезно? Блин, за этим очень интересно будет наблюдать. Я думаю, да. Собираюсь ехать в свою первую взрослую квалификацию в классе Суперсток 1000. Могу сказать, что страшно. Мой любимый этап, мой любимый трек, конечно же, в Грозном. Моя задача просто проехать. Я буду всеми силами стараться ехать за Глебом Сергеевичем, потому что мне так спокойнее. Папа рядом. Немножко она плоховато проехала квалификацию, потому что ей страшно на этом треке Грозный. Тем более открытие сезона. Мы еще немножко не вкатаны после длинной зимы. Зима была закрытая. Тренироваться в Испании или где-то в других странах было невозможно. Мы вот только-только начинаем. В общем, открыли сезон. МИЦ 9,4. Ну да. Что означает, что я не попадаю в гон? Какой мне это объяснить? Вставай, иди сюда. Конечно, пообеду. Иди вставай сюда. Смотри, да я боевой. Тут во дворе дорога лучше, чем тут. Ты живешь в хороших кварталах. В чертону нет таких дорог. В целом я доволен своей квалификацией. Я приехал первый раз на трек Грозный. Проехал я минуту 23,3. Я считаю, для себя это хороший результат. Тем более, что я развил эту скорость за два дня. В общем, я сегодня показал четвертое время в своем классе сток тысяча. Кстати, про классы. Есть литровый класс. Класс, естественно, супербайк. Это мотоцикл объемом тысяча, не более тысячи. Ну, то есть литры. И топовые пилоты, самые быстрые пилоты едут, естественно, в классе супербайк, который является чемпионатом России, статус чемпионата России. Я еду в классе немножко пониже, сток тысяча. Вот я занял там четвертое время квалификации. Но гонка у нас совмещенная. Совмещенная гонка. Мы едем вот всей одной большой толпой, но в одной гонке два зачета. Так же происходит и в классе 600. Есть класс суперспорт и суперсток 600. Есть пилоты, которые очень быстрые, они давно ездят. Это профессионалы, настоящие профессионалы, которые там достаточно давно занимаются этим видом спорта. Ну и для того, чтобы какая-то была адекватная конкуренция, разделение есть по классам. Также он вновь появился. Класс такой новичковый, наверное, который я бы советовал начинать с него. Это класс SSP300. В основном участвует на Yamaha R3. Производители стали обращать внимание на этот класс и стали делать на хорошие компоненты. Вообще хороший мотоцикл для начинающих. Постепенно этот класс немножко оживает. Особенно молодые пилоты приходят, начинают кататься на этом мотоцикле. Он не такой сильно затратный, как 600 км, естественно, все-таки спорт дорогой. И в этом подклассе есть совсем начальный класс, простите за тавтологию, Yamaha R3 Cup. Это стандартный Yamaha R3, и люди приезжают кататься на них тоже на трек, на большой трек. Развивают скорости, учатся, тренируются. Будут у нас, в общем, такие гонки. Есть еще один, четвертая гонка, которая будет, все будет четыре гонки. Это вот совмещенный класс Superbike Superstock 1000, Super Sport Superstock 600, SSP300. И для новичков в классе, которые ездят литра и 600, у них старт с ходу происходит, не с грида, как у профессионалов. В общем, участвовать есть где. Приезжайте, тренируйтесь и следите за нами. Завтра у нас будет день гонки. Это главный день. Естественно, я тоже переживаю. Чем же она закончится? Главное, наверное, выжить здесь, чтобы потом продолжить успешно участвовать весь сезон. Мы будем вам про это снимать, не про себя. Ну что, вот так проходит при стартовой процедуре первая линия у Лешина-Нова. Как стали добрые времена, полпозиция. А у самого главного, можно сказать, оппонента его, Дима Сенин, он в самом конце. Это, знаешь, такая прям... Плохо сравнивать, наверное, наше кольцо с GP, но здесь прям поистине GP-шная такая история, когда один быстрый пилот, настоящий конкурент, стоит сзади и, скорее всего, будет навязывать борьбу. С самого последнего места будет прорыв. Будем следить за Дима Сениным. Прямо это интересная история. Пять минут. Пойдем отсюда. Пойдем. Пойдем. Мы видим Седина, которого ведет нам режиссер трансляции. Седина, который пытается, пытается дотянуться. Уже шесть десяток на последнем круге между Ивановым и Сединым. Второй сектор дистанции, выход на обратную прямую. Отправляется здесь, соответственно, Алексей Иванов впереди. Мне кажется, друзья, по этой камере, что Седин уже вот все вплотную едет к Майорову на заднем колесе буквально. Мы видим старт-финишную прямую, по которой проносятся пилоты. Но главная интрига сейчас, это, конечно, борьба за первое место. Я думаю, что Алексей Иванов даже не был готов к тому, что на этом этапе в Грозном ему предоставят такого мощного конкурента. В свою очередь, его напарнику, Дмитрию Майорову, также приходится непросто. Потому что молодой Владимир Булкунов накатывает на него. Пилоты приближаются к старт-финишной прямой. Вот здесь немного разными траекториями зауживая. Пытаются найти выход. Седин все ровно на заднем колесе. Десятый, одиннадцатый круг гонки прошел. Три круга, четыре правильные круга впереди. И первый из них, соответственно, только начался. Первый поворот в исполнении лидеров гонки. Дмитрий Майоров сейчас, в свою очередь, борется с Владимиром Булкуновым. Они проехали по старт-финишной прямой. Но у них там проигрыш 10,11 секунд. Булкунов по-прежнему позади. Возможно, что молодой претендент поставил все на последние круги гонки. Посмотрите, насколько быстро... А-а-а, Сейдин падает! А-а-а, мы говорили. О-о-о, какое скоростное падение в этом правом повороте. Да, друзья, интрига этой гонки только что потеряна. Миша, либо мы делаем гонки, которые работают... Что случилось? С самого начала гонки не работало ни антивилли, ни брейки, ни трекшн. Ни хуйня, колесо прыгает вот так везде. У меня на торможении запрыгал зад и ушла морда. Все. Ну, честное слово, я не понимаю, почему из-за мотоцикла, который вы вдвоем собрать не можете простого. Я должен падать, ломаться, про... Мне просто... Ну, я решил для себя, я сезон, все, я не поеду. Мотик тоже, там, все. Дим, я правильно понимаю, то есть это просто не успели подготовиться, да? Я не знаю, не успели или что. Я не механик, я не помню. Ну, это по технической неполадке уже второй за два дня случай, когда я либо не показываю результат, либо я раз... Понимаешь? Слушай, ну ты очень хорошо ехал. Я прям такой смотрел и офигевал. Прям с каждым кругом догонялся. У тебя болел. Спасибо. Классно ехал. У тебя лучшее время, кстати, в гонке. Ну, я знаю. Честно. Ты видишь, хотят на GoPro на нем? Я нашел одну деталь. Деталь? Ага. Ну, ничего, поищем. Да. Дим, что ты GoPro разбасал по треку? Я мог заработать очки, которые я потерял. Просто меня бесит то, что это не мои ошибки. Ни вчерашние квалификации, ни сегодняшние падения. У меня это достаточно понимания и умения для того, чтобы ехать, по крайней мере, в 600-ке быстро. Снова из-за технических неполадок. Ладно, короче. Мы находимся в очень святая святых. Это рейс-контроль, где сидят за безопасностью. Видны все камеры, все повороты. Что происходит на трассе. Отсюда же происходит все действия главного судей. И параллельно с этим ведется трансляция. Трансляция, которую вы можете посмотреть на YouTube. Либо зайти на сайт notarim.ru. Там тоже будет ссылка на нашу трансляцию. Передаю слово главному организатору, Саше Марцевичу. Если вы не можете приехать к нам на гонки, то у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на всех наших этапах. Как правило, трансляция проходит в воскресный день, в гоночный день. У нас проходит от 4 до 5 гонок в воскресенье. Это гонка Superbike, Super Sport, Super Stop и 300-ки. Так что, пожалуйста, подключайте, смотрите, будьте с нами. Болейте мотоспортом, смотрите и приезжайте. Не показалось, или Анастасия замедлилась, потеряла траекторию. Но посмотрим сейчас, какой у нас разрыв. Вот так проходит ваша трансляция. Анастасия, комбинатор, на будущее. Похоже, уже к ней подъехал Ратников и на нее наседает. Это онлайн-трансляция, вот так проходит. Прикольно, да? Люди стараются, на самом деле все делают, мы развиваемся. Глеб, который ассистировал мне в презентации моторинга 2021 года. Помню твои потрясающие модные кроссовки, их реально многие отметили. Как здесь прошла тренировка? Слушай, ну я первый раз здесь вообще в Грозном и за 2 дня я развил, в принципе, неплохую скорость. Ну, конечно, для меня трек, как открытие сезона, немножко трудновато. Но, видишь, как играющий тренер и ведущий с тобой, я и по ту сторону, и по эту буду продолжать с тобой освещать наш мотоспорт, привлекать сюда больше людей, ну и сам немножко добиваться результатов. Удачи тебе в сегодняшней гонке! Только что Глеб Кольцов разменивается у нас с позициями с Александром Гордичуком. Неужели какая-то техническая проблема была у Александра, потому что двигался он впереди, но, к сожалению, сейчас откатился аж до 16-го места. Отдельно, обратите внимание, это класс СТК-1000. То есть, соответственно, мы сначала увидели результаты гонки в общем, а сейчас видим их расстановку по классам. И в классе СТК-1000 победитель у нас Константин Путихин, который финишировал восьмым. В общем, то есть, восьмой пилот был лидером из всей гонки. Соответственно, впереди него только класс Супербайк, более мощные мотоциклы и более опытные пилоты. Ну что, наш этап подходит к концу. Я отгонял свою гонку. К сожалению, не смог я супер навязать борьбу, хотя мы все ехали в секунде. Восемь кругов. Я давал жару, но потом все-таки опыт дал свое. Точнее, его отсутствие у меня и опыт ребят, которые здесь уже накатали. Я занял девятое место в своем классе, но ничего, это лишь только начало сезона, старт. И все-таки я не самый главный герой этого этапа, а скорее мы будем смотреть про Дмитрия Седина и про его крутейший прорыв вообще с последнего места. А как вы видите на заднем плане, вот это все количество автобусов и фур, которые уже постепенно начинают собираться в Москву, домой, на отдых. Но скоро мы встретимся опять вместе 28-го 30-го мая в Санкт-Петербурге на трассе Егора-Драйв. И вновь заведем наши моторы, соберемся и дадим жазу. Маленький такой спойлер. И вопрос вам, а интересно вообще, как устроено внутри фура и что там происходит? Если да, пишите в комментариях, и мы обязательно сделаем для вас это видео. Субтитры сделал DimaTorzok Все, он почти на месте, но я тебе обещал. А мы ходим как? Покажи свою походку. Здорово. Как ты ходишь? Ага, иди сюда. Кто так ходит? Девочки, знаешь, кто ходит? Я не хожу. Вот смотри, мне это не важно. Ты для своего организма должна сделать плечики на вешалку, грудь вперед. Да, 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 да. И ты пошла. И подбородочек повыше. Вот так и ходи. Да. Вот это твоя будет походка. Тогда у тебя позвоночный стол выравнивается. Ну так что, если это просто... Опа.